Мы в Иране, в пустыне Дештелут. Ещё даже не полдень, но у нас такое чувство, что мы жаримся на сковороде. Эта пустыня – самое жаркое место на Земле. Только представьте, в 2005 году столбик термометра здесь поднимался до 70 градусов. Вряд ли кто-то из вас захочет провести здесь свой отпуск. Очень жарко и в Ливийской пустыне, и в долине смерти в США, однако все эти места даже близко не могут сравниться с миром, о котором мы вам сейчас расскажем. С миром, где намного-намного жарче, чем в пустыне Дештелут. Это Венера – самая яркая и горячая планета. Температура её поверхности плюс 462 градуса Цельсия, и это самый палящий мир в Солнечной системе. Пристегните ремни, мы предлагаем вам снова отправиться с нами в путешествие. На этот раз к нашей самой ближайшей соседке – планете Венера. Готовы? Тогда в путь! Нам предстоит путь неблизкий. Ведь расстояние между Землей и Венерой в момент их максимального сближения – 38 миллионов километров. Такие моменты мы называем нижними соединениями. В нижнем соединении Венера находится на одной линии между Землей и Солнцем. Когда же Венера располагается на одной линии с нашей планетой, но уже за Солнцем, это называется верхним соединением. В это время планета удаляется от нас на 261 миллион километров. Разумеется, для нашего путешествия лучше подойдет момент нижнего соединения. Чем быстрее мы доберемся, тем лучше. Но прежде давайте посмотрим на планету с Земли. Венера входит в число тех планет, которые можно наблюдать на ночном небе даже невооруженным глазом. И она очень яркая, поэтому о ней знали еще в древности. В Вавилоне о Венере писали еще в 1600 году до нашей эры, но называли ее Иштер, тоже, кстати, в честь богини любви, красоты и женственности. Египтяне и греки считали, что Венера – это две абсолютно разные звезды – утренняя и вечерняя. При этом греки даже дали им название Геспер и Фосфор. Первым же, кто объединил Венеру в единое целое, был Пифагор. Шло время, и в 1610 году на Венеру наконец-то посмотрели в телескоп. Первым, кто лицезрел планету, был итальянский ученый Галилео Галилей. Наблюдая, он открыл у планеты фазы, что подтверждало теорию гелиоцентрической системы мира. Значит, Венера обращается вокруг Солнца, как и Земля и другие небесные тела. Позже наблюдал за Венерой в телескоп и русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов. 6 июня 1761 года он следил за прохождением планеты по диску Солнца. И, глядя на это редчайшее астрономическое явление, предположил, что у Венеры есть атмосфера. Сегодня этот оптический эффект называют явлением Ломоносова. Посмотрите на небольшой ореол вокруг силуэта Венеры. К сожалению, в следующий раз увидеть его можно будет только в 2117 году в декабре. Как видите, даже наблюдая за планетой с Земли, мы немало о ней узнали. Но один вопрос все никак не давал нам покоя. Что же там, на ее поверхности? Но густой непроглядный слой облаков мешал нам это увидеть. И ученые, и писатели-фантасты предполагали, что на Венере жарко и влажно, и растут тропические леса. Однако представления о планете стали меняться уже после первых космических миссий. Первым в 1961 году Венера достиг советский космический аппарат «Венера-1». Но, к сожалению, связь с ним была потеряна, и он не смог передать информацию. И только в следующем, 1962 году, американский орбитальный зонд «Маринер-2» достиг планеты и передал данные об экстремальных условиях ее атмосферы и отсутствии магнитного поля. В дальнейшем между Советским Союзом и Соединенными Штатами продолжалась нешуточная гонка в изучении планеты. Но именно советская космическая программа по изучению Венеры оказалась более успешной. В попытках осуществить удачную посадку на планету потерпели крушение аппараты «Венера-3» и «Венера-4». Оба не смогли выдержать высокого атмосферного давления, которое у поверхности Венеры в 92 раза выше, чем на Земле. В 1970 году «Венера-7» смогла осуществить первую успешную посадку на поверхность планеты и с нее передать различные данные в течение 20 минут. Затем аппарат погиб. Последующие посадки стали более длительными. Первые черно-белые снимки поверхности были получены после успешных посадок аппаратов «Венера-9» и «Венера-10». Первые же цветные изображения были переданы только в 1982 году аппаратами «Венера-13» и «Венера-14». Тогда-то уже окончательно стало понятно, что «Венера» — это совсем не тропический рай. Это скорее тропический ад, совсем непригодный для жизни. Всего за все время к «Венере» было совершено более 30 космических полетов. Очень много для исследования планеты сделали американские аппараты «Магеллан» и европейский «Венера-экспресс». О них мы еще расскажем в следующей серии. А пока давайте продолжим наше путешествие. Повторяя маршрут космических аппаратов, мы приблизились к «Венере» и увидели слой густых облаков, состоящих из сернистого газа и капель серной кислоты. Толщина этого облачного покрова составляет 19 километров, из-за чего поверхности планеты достигает лишь малая часть солнечной энергии. «Венера» отчасти схожа с Землей и имеет твердую скалистую поверхность. На ней насчитывается порядка ста гигантских вулканов. Она полностью сухая, не имеющая воды и покрыта реками расплавленной лавы, вытекающих из жерл тысяч вулканов. У «Венеры», как и у «Меркурия», нет своих спутников, а ее орбита менее вытянутая, чем орбиты других планет, и очерчивает более точную окружность, имея эксцентриситет лишь 0,68. Эксцентриситет показывает, насколько орбита планеты отлична от окружности, и если он равен нулю, то имеет форму окружности, а если больше единицы — форму эллипса. В Солнечной системе Венера является второй планетой, удаленной от Солнца, и располагается относительно рядом с нашей Землей. Это одна из причин, почему она является самым ярким объектом на небе, кроме Луны и Солнца. Масса Венера составляет 82% от массы Земли, а диаметр составляет 12 104 километра. Для сравнения, у Земли диаметр совсем немногим больше — 12 756 километров. При схожих размерах и массе сила тяжести на Венере тоже близка земной. Например, предмет на Земле весом в 10 килограммов на Венере будет весить 9 килограммов. Исследования Венеры и полеты к ней продолжаются и в наше время. Ученым становятся известны все новые и новые факты. А новые открытия порождают множество интересных вопросов и загадок. Продолжается и наше с вами путешествие к Венере. И в следующей серии мы продолжим рассказывать об изучении планеты космическими аппаратами, об ее атмосфере и о климате. Так что запасайтесь попкорном, скоро вы узнаете, стоит ли брать с собой зонд, если вы вдруг попали под венерианский дождь. Друзья, если вам понравилось это видео, пожалуйста, не забудьте поставить лайк, задавайте свои вопросы в комментариях, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши следующие передачи. Все наши адреса в соцсетях вы найдете под видео. Там в описании много всего интересного. Не забывайте заглядывать. Желаем вам чистого неба и пусть звезды вам благоволят. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин